Следующий фактор, с которым, наверное, не все еще готовы смириться, но это фактор очень важный, это наличие БАДов в вашем рационе. БАДы? Да, ну то есть это как раз те самые коктейли, те самые виды. Это момент, что в составе БАДов. В составе БАДов природные компоненты, то есть это натуральные продукты. Это не химия, как некоторые считают. То есть в составе продуктов у вас должны быть растительные компоненты, не синтетические витамины, да, просто, ну... В спортивных магазинах синтетические витамины? Да, да, в аптеке синтетика в основном. И спортивные магазины синтетика? Да. Ну, фактор, допустим... Ты не пьешь спортивные витамины? Нет, сейчас не пью, уже несколько лет. Вот, и перестал болеть, кстати, отчасти из-за этого. Да. Вот, а если у меня вызывает недомогание, вот у меня вчера с утра я проснулся с недомоганием, у меня температура поднялась, сегодня я уже как орех. То есть я в течение дня, утром, вечером, тройную дозу витаминов, то есть за день, получается, у меня норма 2, 2 таблеточки. А что, ты имбирем не пользуешься? 12 таблеточек, вот. Имбирь, лимон, мяк, корица. Ну, может быть, да. Ну, я другой чирючек попил тоже, и всё. Ну, не суть. Ну, окей. Идея в том, что... Бады. Вот тот же витамин С, скорбейнка, который многие принимают и пьют, это полезный витаминчик. Единственное, что синтетический витамин С, если говорить в химии, он состоит там из одной молекулы определенной. А химическая формула природного витамина С состоит из 7 молекул. То есть, поэтому в таких вот оскорбейнках, там написано 500 миллиграмм витамина С. Хотя дневная норма натурального витамина С, там, 200 миллиграмм. А, ну, там много, потому что он один элемент. Да, потому что он более качественный, и он лучше усваивается, дает тот эффект, который он должен давать. А такого витамина С вы можете перенимать 2-3 грамма в день. Капуста, да, которая квашеная, витамина С. Ещё один фактор по поводу, как понять, хороший витамин или нехороший. Вот, по цвету мочи. Вот я выпил, с точки зрения обычного чай, ко мне привозили с Финляндией, хорошие витамины. С Америки ещё привозят. Шибучий витамин. С Америки ещё привозят. Да, я потом их, я выпил двойную дозу, думаю, дай-ка вот себя простимулирую. Оказывается, я простимулирую свои почки. Потому что, да, весь день у меня цвет мочи был. Очень интересный цвет. Какого? Мне даже интересно. Очень интересно. Оранжевый? Вот что-то такое, ярко-красненький. Ого! Да, ещё бывает запах такой интересный. Фу, этот витамин всегда больше. И так же, когда антибиотиков переешь, там, витаминов, всё это почками очищается. Бедные почки. Ну, то есть, усвоение их витаминов больше в 15%. В поиске здорового питания, в поиске здоровья мы можем угробить свой организм. Вот это грустно. Да, да, бывает. Я пью витамины, чтобы быть здоровее, а на самом деле пью витамины и убиваю свои почки. Ещё, допустим, один фактор, который мне был интересен, как ни странно, вот есть такая страна Япония. Да. Которая... Есть только рис и рыбу. Которая до Второй мировой войны считалась, в принципе, страной Третьего мира. Ну, так, отсталая страна. Да? И после там Хиросимы, Нагасаки и так далее. Ну, их потому что так жестоко, да. Как-то она за 50 лет стала самой высокотехнологичной страной с продолжительностью жизни номер один. Мне кажется, всё дело в рыбке, которую они едят. Да. Омеги-3. Ещё всё дело оказалось, что в 50-х, по-моему, годах они придумали БАДы. Да? И я как-то в интернет залез и прочитал, а сколько кто есть. Оказывается, японцы 90% употребляют добавки. И плюс ещё... Большинство фирм некоторых, они оттуда японские. И плюс ещё японцы едят много рыбы, где содержится омега-3. А омега-3 – это важнейший элемент для мозга. Это тоже как раз добавка омега-3. Ну, это важнейший элемент для мозга, для работы мозга. Там отдельная тема, там есть несколько видов БАДов, какие нужно употреблять. Ну, нужно хотя бы понимать, что они должны быть. И омега-3, кстати, оно ещё... Я как психолог, и я всегда назначаю своим клиентам приём омеги-3 в начале наших встреч, потому что они снижают тревожное состояние и снижают депрессивное состояние. Очень часто у женщин, бывает сейчас очень популярно, да, послеродовая депрессия. Она часто лечится, просто пропивая омега-3. То есть мозг начинает нормально опять функционировать, и как бы всё становится в порядке, вся депрессия уходит. Детям давали рыбий жир. Ну, я сейчас его с удовольствием пью. Вот, для того, чтобы соображал мозг хорошо. И мозг, и кости, он уже в обмене веществ. Это одна из добавок, без которой, в принципе, человек... И что сейчас стали люди мало стали есть его, потому что омега-9 в большом количестве идёт рыбий, это, господи, рыбий говорю, животный жир. А вот соотношение омеги-6 и омеги-3 очень... Ну, то есть если есть продукты, то это, в принципе, рыба, есть растительные частичного ореха, авокадо, ну, такие жирные... Льняное масло. Да, масло льняное. Большое количество содержит. Любля, любля. Продолжение следует... Продолжение следует...